Друзья, привет! Непростые времена. Говорят, YouTube закроют в Российской Федерации. Но если вы смотрите на YouTube, то у меня есть резервный канал на Яндекс.Дзен. Также называется Niva 007 Оренбург. Все то же самое. Те же самые видео есть. Ладно. Сегодня будем с вами говорить про раздатку. У меня есть донор раздатки. То есть вторая раздатка у меня есть. Производители АВТ прислали мне занижение и четырехсателлитный дифференциал. Так как занижение идет там отдельно в шестеренке, и нужно будет перевинцовывать. То есть надо будет стачивать, все это насаживать. Самостоятельно я это сделать не могу. Поэтому вот обратился к ребятам в сервис к Александру. Он это все делает. Сейчас он должен ее разобрать. С вами зайдем, посмотрим состояние вообще раздаточной коробки. Что нужно будет заменить, какие подшипники. И хочу опять же сделать эксперимент, поставить дорогие подшипники. Как знаете, уже на свою машину раздатку я устанавливал. Устанавливал туда самоблок и устанавливал подшипники от Толя закрытого типа. Но все равно подшипники зашумели. Поэтому хочу на этот раз поставить подшипники открытого типа. Ну, попробуем хорошего производителя и посмотрим, что получится. Пойдемте зайдем, посмотрим состояние нашей раздаточной. Ну, что тут? Как состояние раздаточки? Да, ну, так-то нормально, ничего особо нет. Ну, подшипники подшумливали. А в общем состояние зубьев, в принципе, все в достойном состоянии. Понятно. А что по подшипникам? Как шумит сильно? Ну, вот они, да. Да, это вот заводские такие подшипники. 205 или 209, они, что-то не помню. Ну, ладно. Ну, да. Понятненько. 305. То есть состояние более-менее нормальное, да? Но я смотрю, крышки однорядные идут. Да, однорядные подшипники. Ну, это надо заехать и посмотреть. Ладно, смотрите, вот идет занижение. Пришло от производителя АВТ. Саня, расскажи, что, куда вообще, как ставится? Вот эта шестерня, она взамен вот этой ставится. То есть меняется вот эта шестерня. Просто ставится взамен ее. А вот эта шестерня, она, то есть, срезается на вот эту вот часть. И с хорошей посадкой просто вытачивается и надевается вот эта. То есть вот она, насколько больше получается. То есть это больше, а эта шестерня относительно, ну, стандартная, меньше. Соответственно, вот она получается занижение, ну, как... А у нас 3,7? 3,07. 3,07. 3,07. 3,07 она занижение. Это нам что дает? То, что на первой пониженной можно с машины выйти. Можно выйти, и она будет сама ехать, да? Да. В принципе, ну, это удобно. Снять, грязь, как бы она медленно, самостоятельно, да? Да, на малых. Ну, лучше пониженная, конечно, когда занижают, ну, вылазить с тех же, ползти где-то по грязи, по снегу, то есть, гораздо легче, чем, ну, не дает провернуться колеса, ты потихоньку отпускаешь и едешь спокойно. Ну, да. Так, ну и меняем вот этот узел сразу. Сейчас вам покажу. Сейчас вам покажу. Это вот называется четырехсатилитный дифференциал, ребят. Вот от производителя АВТ. Вот, видите, их не значок, а АВТ. Ребята, я вам сейчас наглядно покажу то, что я приобрел. Смотрите, в браузере вбиваем. Автоград Технологи. Официальный сайт. Вот, Автоград Технологи. По-другому АВТ. Заходим в раздел Раздатка. Здесь что мы видим? Валы. Вот это я приобрел. Вот называется дифференциал раздаточной коробки четырехсатилитной. АВТ. Двадцать два шлица. Говорю сразу, на цену не смотрим. Для того, чтобы уточнить цену, вот сюда нажмите. Или напишите, или закажите им обратный звонок. С вами свяжутся, все расскажут и покажут. Проверено. То есть я заказываю не первый раз. И второе я заказал. Понижение. Кит понижения. Вот. Тоже на цену не смотрим. На данный момент у меня в раздатке стоит дифференциал самоблокирующийся. То есть самоблок. Вот так это выглядит. То, что мы сейчас будем снимать в раздатке, вот это у меня стоит. Так. Сейчас вам еще сразу покажу. Есть, смотрите, самоблокирующие дифференциалы дискового типа, винтового типа. Вот у меня в переднем мосту и в заднем мосту стоят самоблоки производства АВТ. То есть это вот так выглядит. Вот заднее или переднее. Смысл, в принципе, понятен. Отличается там 22 шлица, там 24 шлица. Все ребята вам подскажут. Вот переходите, звоните, пишите им. Ребята грамотные, все подскажут. От меня привет передавайте. Вот это ставится вместо этого. Шестерня накидывается сюда. Узел намного-намного надежнее. У меня в той раздатке стоит самоблок. Тоже от производителя АВТ. Но сюда будем ставить 4-х сатилитный дифференциал. В принципе, здесь несложно болты открутить, промыть. Шестерню сюда накинуть. На резьбовой герметик посадим, да? Да. Вот. Так, ну что мы сейчас делаем? Решено. Подшипники едем, смотрим. Более-менее, наверное, другие, возможно, хорошие поставим. Еду искать крышки под двухрядные подшипники. Ну да. Я думаю, наверное, будет интереснее, да? Ну, конечно, они гораздо практичнее. Пошире, да. Понадежнее будет. Вот. Подушки что будем? Брать нового, нет? Вроде мягкие. Ну, они мягенькие, да. Как бы... Не знаю. Есть потрескивание, но... Я думаю, можно попробовать... Пока покатаемся на них, да? Вот. Валы у нас... Валы все хорошие. На 22 шлица здесь, родные? Да, да. Здесь 22 шлица. Нету такого износа ничего, да? Да, тут не вырубнут. Ну, то есть, как бы, сама раздатка такая в хорошем состоянии. Ничего не на зубе, если ничего нет, показали. Что-то как-то более дороговато мне получается показать вам ремонт раздатки. Не то, чтобы показать, а сам. Раздатку приобрел. Пусть не за полную стоимость, да, но приобрел. Вот. Занижение. Четырех сателлит на дифференциал. Сейчас еду покупать две боковые крышки под двухрядные подшипники. Одна крышка полторы тысячи, по-моему, стоит. Потом поедем к товарищу, кого торгует подшипниками и говорит, что у него именно оригинал. Плюс там покажу, что почем, какие подшипники, сколько стоят. Вот. Поэтому, ребята, прошу вас, прошу написать комментарии, поставить лайки, дизлайки. Прям мне это требуется, очень требуется. Здорово, Найль. Приветствую. Вот у Найли магазин подшипников. Я вам сейчас обзорчик сделаю, так вот, вкратце. То есть, подшипники, смазки, все, что хотите, есть. Вернемся к нашей раздатке. Что мы прикупили. Так, вот, смотрите, купил две новые крышки под двухрядные подшипники. Чем они отличаются? Сейчас покажу. Вот это вот, старая крышка. Там стоял однорядный подшипник. Вот он, даже сюда не лезет. Однорядный подшипник. Здесь мы... Открой, пожалуйста. Так, здесь, смотрите. В новой крышке идет 205-й двухрядный подшипник. СКФ, да? Правильно понял? СКФ. То есть, вот так вот он. И сразу... Как называть? Сальник, да? Сальник. Ну, и то есть сюда, и туда. Все понятно. То есть, два подшипника поставили. Дальше, что мы берем. По ценам, вот это вот среднее, да? Как я понял, это средний. Это не Китай, это Сингапур. Сингапур. То есть, качество довольно-таки цена-качество достойно. Ну-ка, давай, открой, посмотрим. С проточкой? Да, ну, с проточкой, которая идет. Вот. Решил взять такие, но, ребята, все по деньгам. Вот это вот все примерно... Все примерно на данный момент, на данную секунду примерно около 7 тысяч рублей даже получается. Чуть побольше. Поэтому, без суть. Хотел, конечно, какие-то японские, дорогие, но не вывожу я по деньгам. Итак, в чем отличие, например, почему я ставлю Сингапур, да? А то, что стояло с завода, заводские, я убираю. Во-первых, качество, говорят... Металл абсолютно другой. Металла, именно, да. Здесь вот мы смотрели. Что мы смотрели? На некоторых вообще нету даже обозначения. Маркировки, да. Да, что за подшипник. Вот. Но в основном какие подшипники стояли? Одни курские стояли. Да, курские. Да, их уже нет. Их его нету. Вот. Завод Вологды. Вот. Но его как бы сейчас уже тоже нету. Угу. Самарский подшипник тоже. Подшипник из завода у нас тоже закрылся в Самаре. Здесь какой-то стоял. Ну, по маркировке посмотрели. Это Китай. Включаются импортные подшипники от, так скажем, российских... Мы их называем отечество, но по факту это все Китай. То есть, качество металла другое и класс точности. Точности лучше, да? Да, абсолютно другой. А по металлу лучше сталь, что ли? Да, лучше сталь и, получается, даже если мы берем вот здесь, вот, то есть он выдерживает нагрузку абсолютно другую. Вы видите, даже разный цвет металла. Ну, да, возможно. Абсолютно другой. А если взять времен СССР, наши подшипники с этим сравнить? Давайте, есть у нас СССР, СССР. Так, это вот у нас 7506. Здесь даже вот маркировочка, если вот увидите, ребят, 7506, ЮСССР. Мы даже вот просто... Ну, он даже по металлу, он тяжелый замызан. Да, ну, даже если взять этот металл, да, они даже похожи по цвету. А если мы приложим, грубо говоря, китайский, разница. Ну, опять же, мы же хотим добиться, чтобы шума меньше было, понимаешь? Наверное, с этими, с подшипниками СССР, наверное, будет шумов все-таки побольше, да? Но он будет надежнее, и будет дольше ходить просто. Совершенно верно, да. Да. А от этих мы добиваемся, чтобы не было шума. Шума, ну, комфорт. Мы любим все комфорт. Раньше при СССР его не было. Ну, да, согласен. Но была надежность временная. Понятненько. Поэтому взяли вот эти подшипники. Посмотрим, как они будут ходить. Масловую раздатку зальем выше уровня. Все вот эти закрытые подшипники я открою, чтобы они купались в масле. То есть, вот это все я полностью открою. Была практика, вот здесь вот по ссылочке, можете в YouTube, если вы видите, где я до этого перебирал раздатку, и мы поставили закрытого типа. Не вскрыли, не убедились, есть ли там смазка. Вот. И в раздатке идет такая пыльца. Ну, в шестеренке там масло поднимают. И туда не попадает масло. То есть, по сути, должно то, что в раздатке там поднимают масло, вот здесь вот смазывается. Так, дорогие друзья, еще вот хотел бы добавить, да, вот что касается, остались два завода у нас в России, да, которые более-менее хорошего качества. Это Волжский стандарт и Волгогодский. Вот. Этот у нас два завода всего в России, да? Больше ничего нет. Самые лучшие, да? Самые лучшие, да. И что касается, ну, это мировые бренды, Япония, да, НТН и Коя. Ну, здесь, конечно, цен не кусается, да, здесь уже зависит от кармана человека. А вот эти, просто советую, два бренда, наших отечественных. Понятно. Вот. Но у меня денег хватило только вот на это. Друзья, хочу порекомендовать магазин. Вот, обращайтесь, приезжайте, напомни адрес. Шоссейная 3-3, здание Гранд Авто, нулевой этаж. Рады будем вас видеть. Всегда работаем 24 на 7. Так что, друзья, приезжайте, обращайте, звоните. Это как, я понимаю, 24 на 7? Ну, потому что мы же работаем не только подшипники у нас, нельковые автомобили, мы работаем сельхозтоваропроизводителем. А, вон, чё. Вот, с аграриями. А когда идет уборка или посевная, трактораты и ночью ходят, да, ломаются. То есть, такие случаи у нас неоднократные, когда звонят просто ночью, мы поднимаемся, приезжаем. Ну, как бы, своих партнеров мы не подводим. Всё, я понял. Так, все координаты телефона оставлю в комментарии. Переходите в описание видео. Переходите. Перелинцовку мы сделали. Александр, расскажи, покажи, как это все происходит примерно. Ну, отдали току, то есть, он нам снял старую шестерню, то есть, проточил, сделал с хорошим натягиванием, то есть, под новую шестерню. В прессе её запрессовали. И сейчас вот... Думаем, мыслим, надо пройти. Мыслим, да, проваривать её или нет. Как бы, по заводу вроде и на шестерне сделана фаска. Как бы, вроде по сварку. Да, на сайте ничего не написано тоже. Сейчас вот мы генеральному позвоним, и вот, что он нам скажет. Но мы всё-таки думаем, что полуавтоматным кольцом пройдём. То есть, не точками варить, а вот прям... Потому что, если оно провернётся, не дай бог, это сколько проблем будет. Да, ну, это будет фиаско будет. Да, потому что всё это затратно. То есть, да, ну, полуавтоматом я прогреть его не прогрею так, чтобы шестерни отпилить, ну, отпустились. Ну, я тоже так думаю. Ну, так будет гораздо надёжнее. Да. Ну, вот, перевинцовочка, вот так вот, ребята, это и происходит. За работу примерно, чтобы перевинцевать. Полторы тысячи мы отдали. Да, полторы тысячи ребят стоит. Вот, ну, чтобы вы для информации... Да, и в корпусе у нас опять... Короче, оно не подходит немножко. То есть, оно вот ставится... Нижняя часть надо чуть-чуть подтачивать. Нижняя часть упирается. То есть, подшипник, когда одеваешь, он по центру, получается, не идёт. Вот, то есть, шестерню, под шестерню нужно будет убрать немножко корпус. То есть, он там убрать. Ну, в принципе, тут сколько миллиметров 5-5 это есть. Да, тут стенка миллиметров 5, то есть, мы там миллиметр-полтора снимем. Миллиметр, да, уберём. И, в принципе, она встанет у нас нормально. Так, по подшипникам, по подшипникам, смотрите, мы их все открыли. Пооткрыли. В них, в принципе, смазка идёт, которую я приобрёл. Вот. Но на этот раз решили все открыть полностью. Да? Да. Вот. Я думаю, это будет всё правильно. Да, мы здесь всё посадили, закрыли. Вот здесь. Да, вот она шестерня, которая с занижением идёт. Вот, тоже всё установили уже. Осталось, в принципе, собрать, да? Собрать и установить. Сточить, обварить и собрать. Да, сальники здесь три штуки идут, но они не одинаковые. То есть, два сальника 0-1, а один сальник у нас 21-й. Да, они отличаются по направлению движения валов. Вот, правильно я же сказал, да, Санька? Ну, а так, что, крышки однорядные у меня остаются. Да. Вот. Эти я уже вставил. Да, эти вот уже Александр вставил валы. То есть, эти подшипники я тоже, снутри я их открыл. Ага. Ну, здесь, когда смысла нет, здесь я оставил. А там смазка была в этих? Да. Это вот СКС везде, да, подшипники? Да. Ну, вот он, вот он открыт, и вон она смазка. А, да, видно, видно. То есть, здесь я тоже вот с этой стороны не стал открывать. Да, здесь я и вон. В этой раздатке я устанавливал самоблок от производителя ВТ. И ставил хорошие подшипники. Но подшипники мы ставили закрытого типа, и она, в принципе, стала шуметь. Но она ее слышно. Да, вот. Вот я и говорю, то, что ее слышно. Вот. Вот если это покрутить. Ну, здесь еще масла нет. Да. Вот, ее и слышно. Не знаю. Хотя подшипники тоже ставил хорошие. Вот. Сейчас, смотрите, какой нюанс. Вот крышка. Это родная раздатка с моей не выйдет. Видите, с заглушкой. А здесь вот донора идет на спидометр. И в магазинах вот такие крышки не продают. Лично у нас в Оренбурге. Вот такие идут на один спидометр. Есть с двумя. Вот. Сейчас мы что делаем? Так как у меня спидометра не идет, мы эту крышку снимаем. И эту снимаем. И эту поставим крышку сюда. Ну, а тут, не знаю, потом. Или найду такую, да? Поставлю. Или эту обрезать, заварить. Не знаю. Вот. Сейчас поменяем крышечки. Боковые подушки у нас, в принципе-то, что здесь. Что здесь. Вот. Пока трогать не буду. Ну и рычаги. Да. Еще рычаги поменяем. Вот. У меня здесь вот бесшумные рычаги стоят. Вот бесшумные. А здесь обычные. Сейчас их тоже поменяем сразу. И все. И будем ставить. Рычаги бесшумные сюда установили. На них есть товотница. Вон прокачивается втулочка. По поводу бесшумных рычагов. Реально они работают. Они помогают. Меньше звука передается в салон. Вот эти вот металлические, которые. По ним вся вибрация. На ручке идет в салон. Здесь вибрация прекращается из-за того, что там втулка стоит пластиковая. То есть, кто-то уже не передает. То есть, вот разница. Смотрите. Вот вал идет для спидометра. А вот здесь нет. Видите? Вот такая разница. И что, это достаточно так будет? Конечно. Он сейчас еще вылезет. Удобно с дозатором таким. У нас две раздатки. Родная. Донор. С занижением 3,07. Вот смотрите. Поставили метки. Вот метка. Вот метка. Вот метка. Вот метка. Да. Давай вот с заводской начнем. Смотрите. Вот смотрим. Вот метки совпадут. Оборот. Оборот. Здесь не совпало. Два. Два. Почти совпало. Ну два. Сколько родная я? Два. Не знаю. 2,03 наверное. Примерно. Что-то да. Вот. Заметили. То есть два оборота. И чуть-чуть остается. Здесь мы установили занижение. Метки. Метки. Поехали. Раз. Два. Два. И вот три. 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 Ну вообще как бы 3,07. Ну тут 0,7 там оно. Вот. То есть заметили почти на целый оборот вала. Вот. Все. Устанавливаем. Ну вот я выехал в поле. Первое пониженное. Газ не трогаю. Покатался немножко. В двух словах скажу. То есть по глубокому снегу. Тут снег глубокий. Это кажется что мелко. Горка. Снежная. Хорошая. Я не травился. И вот говорю. Вот нога. Вот представьте. Я по снегу еду. Не проваливаясь. Очень медленно еду. Очень медленно еду. Вот смотрите. Сейчас правое колесо у меня провалилось. Я все ползу. Первое пониженное. Здесь вот я пробовал немножко. То есть. Ну. Хорошее занижение. То есть где-то в неизведанных местах ползай. Да. Вот первое пониженное включил. Смотрите сейчас интересно. Заберусь налево. Без газа. Все без газа. Здесь видите как. Сюда я проезжал сколько снега. Вот. Все без газа еду. Медленно. Потихонечко. И уверенно. Подводим итоги. Раздатка. Которая у меня запасная донора была. Мы ее все перебрали. По ценам. Но очень дорого. Раздатка мне встала. Сама раздатка. Если посмотреть. Боковые крышки. Под. Двухрядные подшипники. Каждая по полторы тысячи. Сами подшипники. Уже. Ранее я говорил сколько стоит. Сама работа. То что нужно было сделать. Занижение. То есть токарь все сточил. Александр все это на. Прессом надавил. Мы еще думали. Нужно обваривать. Не нужно обваривать. Фотографии вот здесь вот будут. Увидите. Мы гениальному позвонили. Производителю ОВТ Олегу. Он говорит да конечно нужно с двух сторон обваривать. Там тем более есть фаска. Вот. Александр все обварил. С одной стороны. Обварил с другой стороны. Болгарочка все это зачистил. Ну то есть на фотографиях вы это все будете видеть. Когда Александр это делал. Я попросил. Он сделал фотографии. Вот я вам их показываю. Все полностью собрали. На новых подшипниках. Новый четырехсцелитный дифференциал. Вот. Я уже покатался. И на скорости покатался. И по снегу полазил. Эффект очень хороший. Мне очень понравился эффект. Между прочим стало меньше шуметь раздатка. Вот. По занижению. Понравилось чем? То что на первой пониженной ее пускаешь. Она сама лезет. Потихонечку. То есть колеса как бы не пробуксовывают. Постепенно. Постепенно ей. Даже когда я уже садился полностью на днище. Уже там коробка была. Думал ну как бы не выехать. Вот. На первой пониженной на заводской. Приходилось давать обороты. Колеса немножко пробуксовывали. То есть качаться как бы сложно было. Да. Здесь даже качаться на ней. Она прям потихонечку. Раз. 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 И самостоятельно я выехал. Вот. Что еще сказать. По раздатке в принципе все. Да. Если вам интересно ошибки той раздатки. Которую мы сняли. Где установлен сама блок. Тоже устанавливал я хорошие подшипники. Если вам это интересно. Посмотреть почему и какие подшипники там загудели. Потому что слышали что она прям шумит. Вот. Пишите комментарии. Стоит мне ее разбирать на видео. Интересно вам это или нет. Если вам не интересно. То без видео я ее разберу. Посмотрю. Для себя. И в гараж положу. Пусть она лежит. Я буду знать что у меня есть нормальная. Раздатка. То есть я также посмотрю какие подшипники загудели. Какие нет. Ну то есть если вам интересно. Пишите в комментариях. Полностью разберем. Посмотрим что случилось. Что с самоблоком там случилось. Возможно увеличу преднатяг самоблока в раздатке. Но это все будет зависеть от вас. Вот. Самое главное. С ютубом знаете что сейчас сложности. Поэтому переходите на Яндекс Дзен. Рутюб наш российский. Но пока полная лажа. Вот как хотите полная лажа. Разгружаю сутки двое. Пока им не напишешь. Не поругаешься. Вот. Не видно ни просмотров. Ничего не видно. Пока сложная тема. Поэтому только Яндекс Дзен и ВК. С инстаграмом сегодняшнего дня тоже у нас там. Вроде как он не работает. Вот. Поэтому ребята. Жду вас на Яндекс Дзене. ВК. Нива. 007 Оренбург. Переходите. Подписывайтесь. Мне нужна ваша поддержка. Без вашей поддержки мне не стоит вообще этим заниматься. Вам все это показывать. Все это рассказывать. На этом свое видео заканчиваю. Про раздатку. Про ее показатели. Про ее тесты. Будут в следующих видео. Поэтому подписывайтесь. Пишите комментарии. Следите. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...